топленое масло золото нации сегодня мы с вами приготовим это чудо испокон века на руси готовили прекрасный полезный и очень вкусный продукт а действительно ли он так полезен этот продукт невероятно полезен первое после его очистки по имеется ввиду после того как мы с вами сделали правильное топленое масло это масло выдержит высокие температуры в среднем 200 220 градусов что это значит это значит что мы на нем можем жарить без фанатизма конечно на открытом огне на топленом масле лучше не жарить потому что там температура до 300 градусов поэтому она уже начнем гореть и вкус и будет испортен блюдо следующий момент чем топленое масло отличается практически от всех масел растительных или животных даже от оливкового масла даже от самых супер полезных масел она отличается тем что в этом масле нет транс жиров что это значит транс жиры это те самые плохие жиры которые провоцируют возникновение рака различных заболеваний кишечно-желудочного тракта а транс жиров возникают серьезные проблемы сердечно-сосудистой системы так вот в нашем масле топленом масле нет транс жиров во время жарки не образуются канцерогены это масло могут кушать люди у которых проблема с лактозой люди которые не переваривают молочные продукты почему потому что после рафинации после очистки мы получаем 99 процентов чистого жира мы избавляемся от молочных белков и сахаров таким образом она становится совершенно безопасно это масло гипоаллергена практически каждый его может кушать очень важный момент в этом масле 61 процент витамина а витамин а является одним из самых важных витаминов для человеческого организма относительно того что там много витамина а это масло становится фактически лечебным испокон века это масло применяли при заболеваниях кожи раздражение порезы раны нет конца и края полезным качеством и этого масла я не просто так даю рецепт этого масла дело в том что в будущих своих видео я буду вам показывать интересные рецепты с использованием и применением топленого масла сейчас я покажу каким образом лично я делаю топленое масло в древности наши предки готовили в печи и томили его в течение суток и даже 2 я не буду томить его двое суток процесс приготовления лично в моем случае занимает 4 часа да это долго многие предлагают делать его полтора часа ну и тому подобно за 4 часа по моему опыту масло получается очень вкусное ароматное зернистость вы знаете от минимальная каким же образом в домашних условиях его можно приготовить можно приготовить его в просто в кастрюле столкным днем но я вам не рекомендую этого делать потому что вы должны будете ставить у плиты практически все эти четыре часа температура если чуть-чуть хотя бы будет выше осадок который находится в кастрюле он просто напросто подгорит и вы испортите свой продукт вот я беру кастрюлю наливаю горячую воду ставлю чашку довожу все это дело до кипения и загружаю сливочное масло у меня здесь 750 грамм после того как мы его приготовим мы в среднем потеряем 25 процентов от изначального веса и так друзья обратите внимание необходим термометр температура не должна превышать 90 градусов потому что если вы его доведете до 100 и выше молочный белок и сахара начнут слишком активно карамелизоваться и гореть вкус у масла получится с горчинкой это очень важный момент поэтому я вам именно рекомендую готовить отопленное масло на водной бане сейчас как только масло на с вами растаяло и нагрелась завоем таймер на 4 часа каждые 30-40 минут снимать пенку которая образовывается первые два с половиной три часа я периодически взбалтываю ложечкой наша задача очистить масло правильно нам нужно очистить его вот именно от этой вот белой молочной сыворотки которая содержит те самые белки и сахара молочный ребята четыре часа это достаточно долгий срок видите как кипит вода регулярно подливайте кипяток в чайнике и закипятили воду и долили используйте полотенечко или перчатки потому что можете обжечься пар это вещь такая достаточно серьезная вот видите я его слегка смешиваю и пенка подымается если пенка образуется прям шапкой сильно агрессивно это говорит о плохом качестве масла ребята там слишком много примесей у меня масло дорогое обратите внимание у меня здесь уже 90 градусов а пенка достаточно такая скромная вот это хорошо это хороший знак итак друзья у меня прошло в среднем час смотрим температуру 90 градусов идеально температуру кипения я слегка снизу почти за час у меня выкипела вся вода я закипятил чайник доливаю свежий кипяток пришло время снимать пенку это у нас с вами молочный белок что делать с этой пенкой эту пенку выбрасывать не нужно использовать ее для выпечки или для еды дело в том что это является молочным белком уже фактически это у транс жир он очень вредный высоко аллергенный вреден особенно детям поэтому ребята выбрасывайте он не надо сохранять я еще раз взбаламучу содержимое нашего масла я хочу максимально избавиться от лактозы которая присутствует в жире прошел еще один час в итоге два часа температура 90 градусов все под контролем я буду еще раз размешивать то есть вот этот раз и еще раз и по оставшихся полчаса я уже трогать ничего не буду прошел еще один час в итоге три часа с баламутим и это последний раз после этого масло не трогаем все что останется все должно осесть ну все друзья 4 часа прошло у масла приятный аромат такой вы знаете медовый с ореховой ноткой это говорит о том что мы с вами ребята масло не сожгли она у нас постепенно прошло процесс рафинации очистки томления что делаем дальше сняли с огня и даем маслицу слегка остыть и отстояться еще минут 15-20 давай теперь расфасуем наше масло берете сухие баночки хорошо помытые стерилизованные желательно крышечку и заливаем в эти банки заливаем буквально под самый корешок полностью вот смотрите мы сейчас с вами аккуратненько все это дело заливаем чистенькая ароматная гипоаллергенная вот так вот очень хорошо очистилась приятный аромат все закрываем крышкой она у нас еще горячая да фактически мы делаем консерву и так баночку мы с вами закрыли ставьте его темное место будет храниться в среднем 9-12 месяцев как только банку вы открыли все хранить холодильнике многие рекомендуют что даже открытую банку можно хранить при комнатной температуре ребята нет по госту написано так если кому интересно изучите хранится при температуре плюс 2 5 градусов 9 месяцев холодильнике так ребята это вот все что у нас осталось после очистки все это в мусор ребята мы приготовили с вами замечательное вкусное масло давайте на нем сейчас что-нибудь приготовим я приготовлю жареную картошечку самое любимое блюдо всех времен и народов наша маслица столовая ложечка картошечка кубиками тимьян три зубца чеснока соль перчик закрываем картошечкой шампиньон соль перец немножко белого вина наше масло все это на гриль немножко белого вина огонь чуть тише все на этом волшебном масле, да? да, все на масле, мы все не готовим только на этом масле наш замечательный бекон немножко маслица пусть вам не кажется что я много добавляю масла на самом деле нет в общей сложности на приготовлении сегодняшнего блюда я использую максимум полторы столовых ложки не более это черный вкусный хлебушек будет очень хорошо сочетается с нашим блюдом картошечка вот-вот подойдет так, хлебушек наш подрумянился очень красивый, симпатичный так, убираем в стороночку его с нашим блюдом я приготовлю очень простой салатик все, отлично к нашей картошке мы с вами добавим бекон бекон все делает лучше большую столовую ложку тертого пармезана о, какой вкус, какой аромат как все это выглядит великолепно укропчик отлично, картошка готова заканчиваем салатиком черные греческие маслины черри томатов буквально граммулька яблочного уксуса чуть-чуть оливкового масла петрушечка этот салат легкий освежающий и будет прекрасно сочетаться с нашим сытным блюдом готовим ой, ой, ой ой, красавица яичко яичко вот простое сытное блюдо приготовленное на нашем замечательном маслице давай сейчас попробую ай, какая картошечка мама родная ну, бомбильщики благодаря этому маслу? да ну, конечно, там ингредиенты и чесночок и бекончик и тимьянчик конечно, все это сыграло свою роль но основной фундамент главный аккорд конечно, здесь вот это невероятно вкусное масло яичко я уже не буду ломать грибочек прекрасно ну грибочек на гриле это классика в картошке мама мя друзья на этом все на сегодня мы сняли очередное видео для вас надеюсь, что вам было интересно вы что-то нашли для себя новенькое новые друзья, которые к нам приходят добро пожаловать подписывайтесь ставьте лайк пишите свои комментарии отвечу каждому обещаю если есть вопросы по кулинарии спрашивайте помогу увидимся в следующий раз пока, мои дорогие подписывайтесь на наш выпуск 팔� termπόодь в лице и imagery Субтитры подогнал «Симон»